Возьми, чуть правее вниз. Кто это? Вор в законе Грек. Контролирует СТО, автосалоны и примерно треть рынка нелегально ввозимых и ворованных машин. Понятно, откуда такая тачка? Вор в законе топор, экспорт нефтепродуктов, в своя сеть заправок. Кислый. Торговля оружием, недвижимость, черные нотариусы. А это кто? Это? Это шершавый. Правая рука кислого. Здравствуй, Тарас. Приветствую. Как оно? Чего? Пойдет. Дышим. Через раз, ну, дышим. Раз вдох, раз выдох. Здорово. Это Трефа. Трефа, потому что Трефов. Трефов контролирует проституцию, секс-шопы и склады секонд-хендов. Интересное сочетание. Прям церемония Оскара. Только красной дорожки не хватает. Это Мустафа держателя пщака. Моральный авторитет всей группировки. Воровская элита в сборе. Такого беспредела не было никогда. Он что, войны хочет? Остынь, Трефа. Да кто он такой, этот Миша Киевский? Чтоб с моего рынка бабло косить. Совсем оборзел в конец. Нас не уважает. Вместо себя каких-то шестерок присылает. Ты за базаром следи. Это нечем будет. Что? Заткнулись оба. Где Миша? Почему ко мне не приехал? Нехорошо. Законы уважать надо. Законы уважать. Законы уважать. Ты за базаром. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да вы что, ну говорю мне я Нехорошо получилось Ворон в законе без предъявы замочили Да ну говорю вам не я Я сам с этим разберусь Сходняк окончен Ты остаешься, Тлефа Что за эти у нас? Что вам здесь нужно? Тебе привет от Мустафы От какого Мустафы? Не знаю никакого Мустафу Слышь ты, прайер Хорош глазки строить Поедешь, куда скажут Сделаешь, что попросят Усек? Мустафа Но я жизнью клянусь, это не я Нашел чем клясться Ну я что, идиот что ли здесь его жмурить? И выставлять на показ, как в музее? Иногда, чтоб что-то спрятать Нужно положить на самое видное место Знаешь, что я думаю Его смерть выгодна тебе, Тлефа Похоже, парни вернулись Увеличь Ни хрена себе Товарищ полковник Здравствуй, дорогой Здравствуйте, Мустафа Совсем забыл старика Как живешь, дорогой, как сын Слышал, с ним проблемы были Почему к Мустафе не обратился? Спасибо, сам справился Гордость это хорошо Я сам гордый Но прошу тебя, дорогой Помоги мне с этим Друга моего убить А сходники только свои знали Скажи, кто это сделал? Ты можешь Мустафа, вы же помните Я с криминалом Дела не имею Все помню И про должок твой помню А долги возвращать надо Давайте договоримся Во-первых, вы сообщаете о трупе полиции Во-вторых, я только осмотрю труп И все Договорились Что они там так долго Не нравится мне все это Убили его часов шесть-семь назад И не здесь А где его убили? На каком-то складе Секонд-хенда Не твой ли это склад, Трефа? Да меня явно подставили, Мустафа Задушили шарфом Секонд-хенда Убийца, мужчина лет сорока Курит сигареты, ЭЛМ Это все? Откуда ты здесь? Оперативная информация будет ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Складу твоего нового кореша, Трефа Тебе лучше самому признаться Что ты делал на сходняке воров Откуда я знаю Может быть, тебя коронавали Какая у тебя кликуха? Все, молчу Ты же теперь авторитет в законе В ромистом метил Да, действительно, в ромистом метил Да? Ну и что это значит? Как что? Метил из брома М-м, метил из брома Оригинально Вижу, в школе у тебя было две пятерки По физкультуре и по физкультуре Хорошо, что это значит? Бромистым метилом обрабатываются склады Для уничтожения возбудителей инфекционных заболеваний И насекомых Убийство произошло здесь Межу Киевского задушили этим шарфом Странно Что странно? Мне кажется, я когда-то встречал этот запах Хотя не уверен Убийца диабет Он сидит на инсулине Вот это уже кое-что Инсулин Инсулин Он убил еще одного человека Есть Копатько Владимир Иванович Восемьдесят третьего года рождения Один из охранников Миша Киевского Логично Логично Интересно, зачем сюда приезжал Миша? К Трефе на стрелку? Кстати, ты собирался рассказать мне, что тебя связывает с Мустафой К нашему делу это не имеет никакого отношения Все равно рано или поздно я узнаю это А как убийца вытащил толпу? Через пожарный выход Но я не смог его открыть ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну что, пошли посмотрим? Что посмотрим? Пожарный выход. Зачем? За дверь, а след теряется. Хочу тебе напомнить, что чистосердечное признание... Так, послушай, я устал, у меня был тяжелый день, и я хочу выспаться. Меня чуть не убили, между прочим. Правда ли, что вас обвиняют в убийстве криминального авторитета Миши Киевского? Я сделаю заявление для прессы. Мои клиенты, господа Мустафаев и Трифонов, не имеют никакого отношения к смерти криминального авторитета Миши Киевского. Господа Мустафаев и Трифонов – добропорядочные граждане и успешные бизнесмены. Благодарю за внимание. Спасибо. Ну что, снял? Хорошо. Инсулин, инсулин, инсулин. Пап, а как тут телеполучается? Я же просил, не лезь в лабораторию, тем более, когда я работаю. Это что, так сложно понять? Ну, извини. Лебедев, я тебя не вызывал. Товарищ генерал, как это понимать? Чаю хочешь? Почему вы отпустили задержанных Мустафаева и Трифонов? Сядь. Вы обнаружили труп гражданина Зазули, он же Миша Киевский, в 23.17. По данным судмедэкспертизы, смерть гражданина Зазули наступила между 16 и 17 часами. На этот промежуток времени у граждан Мустафаева и Трифонова алиби. За этим Мустафой я 20 лет охочусь. Никак поймать не могу. Пойми, Витя, чтобы брать таких людей, как Мустафа, нужны железобетонные улики. Железобетонные. У тебя такие есть? Нет. Пока нет. Ну вот. Так что иди и куй. Железо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Ну, как наши дела? Боль прошла? Да нет, вы знаете, пока болит, все так же Да, сейчас посмотрим Ой, потерпите, пожалуйста Ну, ничего такого я не вижу Воспаления нет, перепонка в порядке А вот так больно? Да, немного И вы знаете, мне даже кажется, что ее стало хуже слышать на это ухо Хуже? А это что, что-то серьезное? Да нет, я думаю Давайте так, мы проведем с вами аудиограмму А пока я выпишу вам другие капли Так А может быть, это просто последствия стресса? Может, а что за стресс у вас был? У нас, у женщин, бывает только два стресса Дети и мужчины И какой же был у вас? Вариант номер два Я вас понимаю Вы? Ну что вы? Не может быть Вы такая молодая, красивая От поклонников, наверное, нет отбоя Представьте себе Поклонник? Да нет, пациент Значит, закапывайте три раза в день Это должно снять болевой синдром Ну, а там посмотрим А закапывать до стресса или после? Лучше вместо Товарищ полковник, восемь гильз от Римна кто на десять от Вальтера Непонятно, как он вообще выжил Ну, выжил, это громко сказано Если Трефа заговорит, то будет это не скоро А оружие пробейте по базе данных Есть Максим! Да Личности убитых установили? Установили Первый у нас Пушкин Сергей Игоревич Он же Пушка, охранник Трефы Был бы Александр Сергеевич, стихи Песова Второй, Слепко Тарас Николаевич Он же Метла Один из быков Миши Киевского Думаю, это только начало разборок между людьми Миши Киевского и Трефой Похоже Олег ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Кто эти люди и что они здесь делают? Я же просил, когда я работаю, никаких посторонних. Это что, так сложно сделать? Смотри, не только нами, всей улицей командует. Большой начальник. Ты успокойся, сейчас всех уберут. Что-нибудь нашел? Что я тебе здесь найду? По этой улице ходили сотни людей. Мне что, их всех описывать? И вообще, может быть, здесь кто-нибудь еще поработает, кроме меня? Например, вот эти. Каждый раз одно и то же. Стоят, чаи гоняют, языками чешут. Товарищ полковник, а что он себе вообще позволяет? Снова приняли сто грамм для храбрости? Товарищ полковник, вот это уже слишком. Успокойся. Я спокоен. Спокоен. Значит так, в следующий раз я с этим выезжать не буду. Или он, или я. Выбирайте, товарищ полковник. Олег! 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 Фамилия? Воскресенская Татьяна Александровна. До свидания к мужу. Пойдемте. Здравствуй, любимая. Здравствуй. Подожди, Игорь, подожди. Нам нужно поговорить. С тобой что-то случилось? Со мной все в порядке. Твою апелляцию отклонили. Как? Как отклонили? Адвокат ничего не смог сделать. Как не смог? Ты же обещала. Извини. Извини? То есть просто извини и все? А ты представляешь, сколько мне еще здесь сидеть? Я понял все. Я все понял. Да, да, да. Ты даже не пыталась ничего сделать, верно? Как тебе не стыдно, Игорь? Это тебе должно быть стыдно, Танюшенька. Потому что ты кое-что забыла. А ты сильно изменился. Я очень изменился. Потому что это я сижу здесь в тюрьме. Я сижу, а не ты. Черт. У тебя кто-то есть. У тебя кто-то есть. Ну, скажи мне. Скажи, я пойму. У меня никого нет. И я ничего не забыла. Таня! 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 За Колю забыл? Гнида дешевая. Братву не уважаешь. Кем ты себя возомнил, а? Ты Мустафой себя возомнил, а, сынок? Нет? Я здесь все решаю. И законы уважаю. По закону тебе последнее слово положено. Прости, Мустафа. Гад, не убивай. Братва, не убивайте. Я отработаю. Я все отдам. Не убивай, Мустафа. Ну, не убивай. Ну, пожалуйста. Молись. Не убивай, Мустафа. Не убивай. Молись. Ну, не убивай. Пожалуйста. Ну, не убивай. Я вас очень брожу. Ну, не надо. Ну, не убивай. Ну, не убивай. Ну, пожалуйста. Мустафа, не убивай. Ну, не надо. Молись. Чтобы Трефа живой остался Значит так Пока я не найду того, кто Мишу Киевскому завалил Всем сидеть тихо И чтоб без моего маяка ни одна падла не пискнула А если кто репнет, лично в бетон закатаю И этот не диабетик ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 – Ну что, всё? – Всё. Субтитры сделал DimaTorzok – Да. – Нужно было дежурить в палате. Это по твоей вине убит главный подозреваемый. Товарищ Толков, я ничего не хочу слышать. Через полчаса объясните на меня на столе. Всё, свободен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я закончил. – Ну что? – Ничего нового. Убийца тот же. – Совсем ничего. – Убийца мужчина, сорока лет, курит ЛМ, болеет с сахарным диабетом, колет себе инсулин. – Это всё? – Кроме того, что два часа назад он ел яичницу глазунью с соевыми сосисками, обильно спивая всё это дело дешёвым растворимым кофе, больше ничего. – Трупов у нас всё больше, а улик нет. – Да, насчёт улик. Ты ничего не заметил на шарфе, которым задушили Мишу Киевского? – Нет, а что? – Кто-то от него отрезал кусочек. Маленький такой кусочек. Ты не знаешь, что бы это могло значить? – Понятия не имею. Ладно, я поехал. Будут новые трупы, звони. – Ну, а что кисло? – Что скажешь? – Надо смотреть, кому это в мазь. Трефи точно не в мазь. – А кому бизнес от Рефа и Миши Киевского достанутся? – Не знаю. Сходняк всё решит. Но большая часть бизнеса перейдёт к Греку. – Чего вдруг? – Посмотришь. Тоже знаешь, что бизнес Мустафы наверняка переписан. – Это ты сам сказал. Я думаю, они нас поодиночке зажмурить хотят. – Ну и что? – Держаться друг друга надо, если дело до Мочилова дойдёт. – Ты это сам сказал. – Хороший у тебя бильярдный этот топор. – Да, ничего, пойдёт. Ещё пару столиков поставлю, будет вообще всё в порядке. – Ну, благодарю. – Бывай. – Бывай. – У меня тут Грек стрелку забил. – Во как! – Да деревня маловато. – Поможешь? – Да не вопрос. – Ну, вот ты и сходил. Греку на стрелку. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, тебе и от меня привет, отбор. Что-то проясняется? Ничего не понимаю. Заправка топора и стопли надлежит греку. Бизнес у них не пересекается. Вся заваруха началась после того, как взорвали машину кислую. В министерстве паника, а это только начало криминальной войны. А по мне пусть они поубивают друг друга. Нам же работы меньше. Свято места пусть не бывает. Поубивают одних, придут другие. Этих мы хотя бы знаем. И, похоже, не мы одни. Инсулин. Инсулин, инсулин, инсулин. Инсу... Инсулин. Инсулин. Анапа. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Да. Мне нужна медицинская карта Севы Казанского. Севы? Он же умер два года назад, по-моему, от сердечного приступа. Не от сердечного. В смысле? Потом объясню. Надо узнать, болел ли он сахарным диабетом. Буду у тебя через полчаса. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Здравствуй, дорогой. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Разговор есть. Пошли, присядем. Я вас слушаю. Помоги мне найти крысу. Мустафа в долгу не останется. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Каким образом? Крыса кто-то из наших. Я соберу всех. Ты приедешь, обнюхаешь каждого и найдешь крысу. Пойми, дорогой. Война начнется. Всем плохо будет. Много невинных пострадает. Ты кое-что забыл, дорогой. Как Севу Казанского завалили. И на кого его смерть повесить хотели? И кто спас тебя тогда? Я подумаю. Подумай, дорогой. Хорошо подумай. Приезжай, не бойся. Я лично тебе безопасность гарантирую. Поехали. Привет. Ну что, нашел? Нашел. Откуда ты знаешь Мустафу, Севу Казанского? Зачем порезал шарф? Вроде как вещественное доказательство. Два года назад Сева Казанский нанял меня для одного частного расследования. Мы встретились в сауне. Один на один. Через минуту Сева умер на моих глазах. Я позвал на помощь. Ворвались охранники. Меня схватили, обвинили в убийстве Севы. Приехал Мустафа. Почему тебя отпустили? Я рассказал ему, что Севу отравили медленно действующим ядом. Еще за несколько часов до нашей встречи. Кто это сделал? На Севе были запахи многих людей. Я не смог вычислить убийцу. Единственное мое дело, которое осталось нераскрытым. Это, конечно, все очень интересно. Только зачем тебе медицинская карта Сева Казанского? Он болел диабетом или нет? Нет. Ясно. Я так и думал. Что тебе ясно? Помнишь, я тебе говорил, что уже встречал наш запах убийцы? Ну? Он один из тех, кто контактировал с Севой Казанским перед смертью. Когда ты это понял? Час назад в лаборатории, когда вспомнил о Севе Казанском. На животе у Севы были следы от инъекций. Там же присутствовал запах инсулина и берлитиона. Все это колет при сахарном диабете в живот. Тогда я и подумал, что у Сева диабетик и запах инсулина принадлежит ему. А Сева колло только берлитион. Совершенно верно. Его назначают и при других заболеваниях. Так. То есть убийца тогда и сейчас одно лицо. Диабетик, сорока лет, курящий ЛМ. Только как его найти? Я поеду на сход куворов в законе. Это исключено. Другой возможности найти убийцу у нас не будет. Ты хотя бы представляешь себе, что это за люди? Звери, убийцы. Циничные и безжалостные. Я должен закончить это дело. Банда Мустафы вышла из-под его контроля. Как только ты укажешь на убийцу, никто не сможет гарантировать твоей безопасности. Обещание Мустафы – это болтовня в женской курилке. Это ты понимаешь? Я все равно туда поеду. Может, его запереть на 20 суток? Тем более, есть за что. Тогда делаем так. Это пластмасса. Звенеть не будет. Вот так включается. Вот так включается. Держите. Передатчик включишь только после того, как пройдешь проверку. Давай еще раз повтори свои действия. После проверки незаметно включаю передатчик. Нахожу убийцу, но никому про него не говорю. А что говоришь? Мустафа, убийцы здесь нет. После этого спокойно ухожу оттуда. Ну, Саш, с Богом. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Проходите. Ну, давай, можно выключать? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А где все? Генов, что со связью? Я не знаю. Наш приемник работает. Это его передатчик не включен. Что же не включает-то? Нужно начинать захват. Товарищ полковник. Что? Что это значит? Не знаю. Начинаем захват. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Где остальные? Где все? Не знаю. Кинули нас начальника. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он всех нас по одному зажмурить хотел. И бизнес наш себе и своим людям подсобрать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нехорошо это. Не по понятиям. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты кто такой? Огрызок? Ты до кого тупло открыл? Я же тебе за это яйца оторву. Красиво поешь, Мустафа. Да только мы не в опере. Лучше спой, как ты братву ментам сдать хотел. А? О! Еще один баклан вякать начал. Это серьезное предъява. Кислый. Ты за базар отвечаешь? Ты фраерка на сходняк позвал? Я позвал. И че? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что с грузовиком? Не нашли, товарищ полковник. Твою мать. Телефон Мустафы. Отключен. Последняя регистрация в районе гольф-клуба. ВЫСТРЕЛ Если у них сходняк, они должны быть все в одном месте. И их телефоны тоже. Правильно? Проверяй остальных. Есть. Кислый. Все по закону, Мустафа. По закону? А где грек? У нас и без грека большинство. А ведь большинство. Вы крысы. Трусливые крысы. Поэтому и сходку перенесли. И грека не позвали. Ты беспредел творишь топор. Ответишь за него? Хорош тухлятину гнать. Братва порешила? Вали. Значит, будем валить. Давай. А? Последнее слово? Ты уже говорил, Мустафа. А фраер? Пусть тоже скажет. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вы совершаете ошибку. Я знаю, кто настоящий убийца. Развяжите меня. Так говори. Развяжите меня. Куда я отсюда сбегу? Два года назад отравили Севу Казанского. Единственный раз в жизни я не смог найти убийцу. Причем здесь Севу Казанский, спросите вы? А при том, что убийца Севы, Миши Киевского, его охранник Витрефа, одно и то же лицо. И он сейчас здесь, среди нас. Найти его очень просто. Он болеет диабетом, сидит на инсулине и постоянно колет его себе в живот. Так препарат всасывается медленнее и действует дольше. Убийца этот. Подними футболку. Подними футболку, сволочь! Так ты шершавый, сука. Где страна? Да вернется за валюту! Так это ты шершавый, крыса. Это не я. Это он, крыса. Твое место хотел занять. Братву стравить, бизнес подзабрать. Я только выполнял приказы. Ну, гнида ты, кислый. Ты не жилец кислый, помни об этом? Мустафа, прости, я... Тупым ты был топор, тупым и помрешь. Молчай. Прям как в кино. В гаражник бандита выходите по одному. Ну что, Мустафа, на этот раз придется сесть. Дорогой, ты же меня завтра снова выпустишь. У меня даже оружия с собой нет. Я сам с удовольствием пойду в тюрьму, если у вас будут улики. Железобетонные. А без них это просто болтовня в женской курилке. Ну, ты бы отдаешь. Первый раз в жизни сердце прихватил. Сердце? Ты ешь много жирного. У меня сейчас будет пациент. Этот пациент я. Записался по чужой фамилии. Нам надо поговорить. Что происходит? В смысле? Ты прекрасно понимаешь, о чем я. Я думаю, что мы совершили ошибку. Ошибку? То есть для тебя это была ошибка? Понимаешь, я думаю, что отношения должны развиваться постепенно. Ну, как-то нельзя так сразу и все изменить. Я не могу. Почему не можешь? Ты же любишь меня, я это знаю. Твой фетиламин сейчас просто зашкаливает. Ты ошибаешься. Я не люблю тебя. И, пожалуйста, не нужно ставить на мне свои эксперименты. Я никогда не ошибаюсь. Тем не менее. Давайте вернемся к тому, с чего вы, собственно, хотели начать. Что вас беспокоит? Я слушаю. И вообще, с сегодняшнего дня я предлагаю перевести наши отношения в плоскости врач и пациента. Не понимаю, зачем ты меня врешь. Пациентом для тебя я не буду. 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 Продолжение следует...